МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТЕЛЕКОМПАНИЯ ВИД ПРЕДСТАВЛЯЕТ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире программа «Жди меня». Заниматься поисками людей непросто, но эмоции, которые дарит каждая встреча в этой студии, определенно того стоит. Именно поэтому ряды наших добровольных помощников неуклонно растут. Чтобы присоединиться к нашей команде, нужно просто заполнить анкету на сайте. поиск.вид.ру Ну, а мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Иногда, чтобы начать поиски, нужна большая смелость. Ведь встретиться со своим прошлым бывает непросто. Но тот, кто на это не решится, скорее всего, будет жалеть об этом всю жизнь. Поэтому мы всегда стараемся поддержать наших гостей и просим об этом же наших телезрителей. Сейчас я хочу пригласить к нам в студию Ольгу Бухмистрову. Она приехала к нам из Белоруссии. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста. Расскажи, пожалуйста, кого ты ищешь? Я ищу отца. Дом Кузбронислава Егмонтовича. Я знаю от матери только то, что он жил, может быть, сейчас живет в Ставрополе. Ну, он бросил нас, когда, в принципе, я еще не родилась. Мама была беременна? Да, мама была беременна. В 2003 году мою мать лишили родительских прав. Сколько тебе было лет? Я шестой класс окончила. В седьмом классе я уже попала в интернат. А почему? Ну, в общем, я школу прогуливала, я не хотела ходить в нее. То есть мне там то ли обуви не было, то ли там курточка была уже прохудившаяся. Ну, вот такие вот моменты. И мне как-то вот стыдно, что ли, было ходить в школу перед своими одноклассниками. Вот. И я всегда прогуливала, причем прогуливала я в библиотеке. Это оправдание. Но за это не лишают родительских прав. Почему так произошло? Когда я попала в приют, мама всегда говорила о том, что, ну, вот ты сама виновата, то, что вот у меня отобрали тебя, ты виновата в этом, ты прогуливала школу, не хотела учиться. То есть я и считала то, что вот, ну да, действительно, какая плохая дочь, что вот мать столько всего переживает. А потом я начала взрослеть и начала понимать, что, а почему у меня, в принципе, не было той же одежки, той же обуви. То есть мама с отчимом любили, ну, в общем, так сказать, выпить. И без разницы, наверное, было, где дочь, что и как вообще с ней происходит, что там. Я все-таки понимала, что не в этом, ну, как бы дело, ну, не я виновата в этом. То есть родители, он всегда смотрит за своим ребенком. Мама не приходила к тебе? Знаете, приходила, когда я была в приюте, но это было до вот этого вот суда, пока ее не лишили. Ну, какого-то такого сожаления на лице, ну, не было совершенно. Ну, то есть вот она винила меня, то, что вот я таким плохим ребенком росла. С мамой теплых отношений не было никогда? Когда я была в интернате, я хотела к маме. Каждому человеку нужен родитель. И, понятно, мама, это крыло, это тепло. Но как такового его нет. И ни в приюте, ни в интернате этого тепла дать никто не может. И до приюта не было? Ну, до приюта. Ну, она есть, ты приходишь, видишь ее каждый день дома. Но родительского тепла не хватало всегда? Да. Всегда. Я когда была маленькая, наверное, вот в классе четвертом, ну, вот он с нами отчим жил, Владимир. И я почему-то думала, что он мой папа. Потом, когда вот начало больше расти, ну, думаю, он Владимир, я, Бронислав, на что-то не сходится. Жили мы в таком большом квартирном доме. То есть наш вход с одной стороны, зал, комната. Вот в комнате всегда хранились там какие-то вот фотографии, что-то вот такое. Я нашла старый альбом. Ну, и начала его листать. Ну, попадаются, да, фотографии там бабушка, дедушка. Потом, наверное, в конце, в самом, попалась фотография черно-белая. И мне стало интересно, кто это. То есть, ну, вот какой-то мужчина непонятно, кто это. Я достала эту фотографию, и, значит, на другой стороне было написано, это супруги Ларисе. Ты прислала нам фотографию, да? Да, да, она есть. Давай посмотрим ее. И что, продолжай, рассказывай. Вот, и мне стало интересно, почему супруги, ну, почему супруги, в принципе, вопрос. А маму зовут Лариса? Да, да. Чтобы что-то рассказывать, нет, она как-то вот так всегда отстань там, или ей там что-то делать надо. То есть она мне как бы сказала, что это мой отец. А когда ее лишили, я уже была тогда в Костяковичах, в интернате, она мне начала говорить, что вот отца, в общем, не нашли, и сейчас все алименты платить одной мне. То есть она начала говорить о том, что он мой отец. А в дальнейшем, когда, ну, и опять-таки же я пыталась как-то что-то узнать, она мне ничего не рассказывала тоже, либо уходила от разговора, там, ну, что-то другое совсем начинала. Скажи, а когда впервые пришла идея поискать отца? Я училась в лицее, ко мне подошла, с урока сняла меня наша психолог. Она сказала о том, что нашли отца. Да, вот как. Да, конечно, это был шок, это было вообще... Ну, и она сказала, что, может быть, если я захочу связаться как-то, или, там, может, письмо отправить, либо съездить к нему. Ну, дала адрес. Когда я вышла замуж, мне захотелось написать письмо. Я его написала, такое большущее письмо, что вот я есть, я хочу встречи, я хочу видеться, с ним общаться. Я уложила фотографию свадебную. Долго решалась отправить письмо, наверное, месяц, может, чуть больше. Потом, знаете, какая-то обида, что ли, думаю, он знает о том, что я есть. Ему-то сказали об этом, что лишили родительских прав жену. Обиделась, достала фотографию, порвала и выбросила. И то есть с концами вот этот вот адрес просто вот ушел никуда. Письмо не отправила? Да, нет. Просто порвала письмо с фотографии и с адресом? Да, вместе с адресом. Представляешь? И вы знаете, когда я была на первом курсе, я завела себе ежедневник. Ну, то есть вот эту фотографию я вложила, и потом как-то забыла про этот ежедневник. А потом дети что-то начали перебирать мои вещи, и попался ежедневник. И у меня старший сын спросил, мама, а что это за дядя, что это за старая такая фотография? Ну, и вот я стала рассказывать, и почему-то решила опять-таки его найти. Но так как адреса нет, я подала заявку сюда, нажди меня. Не сомневаешься в том, что это правильно? Нет, я не сомневаюсь. Я очень хочу его найти, я очень хочу общаться с ним. Хочу вот, хоть он и далеко где-то, чтобы вот родное было. Чтобы вот знать. Я знаю то, что у него двое деток, но я не знаю, кто у него, мальчики, девочки. Я знаю, что у меня есть братья и сестры, очень бы хотелось с ними общаться. Очень хотелось бы увидеть бабушку. Ольга, мы часто задаем этот вопрос, особенно людям, которые друг о друге ничего не знают. Вдруг он в каком-то сложном положении? Вдруг ему нужна помощь? Вдруг он не совсем такой, каким ты себе его представляешь? Что ты будешь делать? Вы знаете, я его вообще никаким не представляю. Я его представляю вот по фотографии. Чем смогу, я помогу. У меня своя семья образовалась, моя ячейка. Поэтому я думаю, что я смогу помочь, если у него что-то... АПЛОДИСМЕНТЫ Приятно слышать это, да? Ну тогда мне есть, что тебе показать. Посмотрим. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мы с мужем 8 лет назад организовали Дом милосердия для бездомных людей, людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Вот, всего у нас сейчас 31 человек. За все время существования Дома милосердия, ну, около 300 человек побывало у нас. С Брониславом Зигмундовичем мы познакомились еще до того, как образовался Дом милосердия. И он, может быть, даже наш самый первый житель. Когда попал к нам, он был на костылях. У него были проблемы с ногами. Как-то вечером я не именно по его вопросу. Я искала родственников одного человека, который был у нас. И я подумала о том, ну, посмотреть, может быть, кого-то ищут из наших людей. И увидела, что Бронислав Зигмундович ищет его дочь. И мне Таня Магарас говорит, вот я смотрела по интернету там, и тебе ищет дочка. А я говорю, я знаю. А она говорит, а как ты знаешь? А я во сне видал, что мне ищет. Вот. И фотографию ту видал, которую дочка выставила в интернете. Ну, конечно, он просто очень удивился. И он как-то стал внутренне это переживать. Я помню мать моей жены, Ларисы. А ее Лариса зовут, фамилия Новикова. Лариса Новикова. Мать я помню, она пожилая женщина. Я приехал туда, там где-то неделю я там жил. У них там. А потом я сюда приехал и позвал ее сюда, эту, Ларису. Я работал железнодорожником, дороги ремонтировал. Кутя, чтобы поезда не спотыкались. И вот она ко мне приехала, а здесь ей работы нет. Ну, отправил я ее в Белоруссию назад. Я говорю, ну, я приеду, рассчитаюсь, я приеду. И так душа отвыкла от всего. И вообще туда не поехал. Вот и все. Но мне приходил исполнительный лист на элементы. И вот тогда я понял, что дочь есть. Ну, как вам сказать, ну, я не платил алименты. Связь не поддерживали. Не писал ни письма, ничего. Вот и все. Я еще думал, что, ну, может, специально хоть привязать к себе, да и все. Ну, для дочи это, как вам сказать, для меня это родное мое. Родное мое это. Еще, может, когда человек молодой, он это самое, может, и не понять этого. А когда он в возрасте, он уже, как вам сказать, он все понимает. Там, и общаться хотел бы, и видеть ее хотел я. Ну, полностью виноватый, конечно. Я этого не отрицаю, что я не приехал, что я не воспитывал ее. Доченька, ты мне нашла, это самое, прости меня, мои ошибки, это молодость. Тогда мы все молодые, это самое, с головой не дружим. А вот сейчас бы я хотел бы тебя увидеть, обнять, поцеловать. Моему, как родное свое, прости меня, пожалуйста, если можешь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Совершенно... Мы, честно говоря, переживали. Вдруг ты не захочешь папу увидеть, принять его. Вдруг у тебя поменяется ощущение внутри. Бывало такое, да. Бывало такое, да, у нас. Поэтому я должна спросить, ты готова увидеть папу? Да. Папа, выходите к нам в студию. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Ты не плакать надо, радоваться. Мы с нашли, вот ты был радужен, вот плакать не надо. Понял? Прикрой ты, плакать. Это хорошо мы с нашли. Это когда бы что-то случилось, и бы другое. Я знаю, хорошо. Все нормально. Понял? Мама, ты мой хороший. Я ни разу меня не ругала, сколько прожила. А потом поглубь, вчерашние, хорошо. Подобывали. Мне даже не верится. Ничего ты не нашла, это хорошо. Мне кажется, это вообще не со мной происходит. Дай сюда. СМЕХ Это не со мной, так пощупай. Это не со мной. Спасибо вам большое. Это не со мной, дочки, все нормально. А у тебя же двое внуков есть. Двое есть, хорошо. А я же говорю, сейчас приеду, а я, наверное, толпа собою. Ты богатый, как дедушка. Да-да-да. Ты дочь нашего родного рода. Павел и Софья, выходите к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СМЕХ Гвоздники мои. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Граждане! Граждане! Граждане. Граждане. Это Паша. Ему уже девять. Девять, да? Да, и Сонечка. Ей четыре годика. Что ты не знаешь? Сонечка. Граждане, это хорошо. Ну, как дедушка. Дедушку хотел найти, но вот нашел, иди сюда, дорогой. Вот какой ты такой трюк. А? Как вы делаете? А? Иди, маленький такой, ой, 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 ой. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы такое доброе дело делаете. Я эту передачу постоянно смотрю. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы вас отпускаем. Спасибо вам большое, спасибо вам, что вы искали, спасибо, что вы нашлись, спасибо, что вы как-то сразу почувствовали друг друга. Так что будьте счастливы. АПЛОДИСМЕНТЫ Будьте здоровы. Не теряйтесь и берегите друг друга. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мне говорили, что у тебя двое деток. Это правда еще? У меня? Да. Я ни с тем не живу. Но у тебя есть жизнь? У меня больше не было. Не было? Просто сожидием на семью. Все понятно. Но ты рад? Да? А ты? Я очень. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ух ты! СМЕХ СМЕХ Мой голос, ЛАЦИНСКИ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Когда к нам обращаются дети, это всегда очень трогает. Ведь они в силу возраста реагируют на все особенно остро. Для многих даже приезд сюда уже серьезный стресс. Сегодня у нас в гостях очень смелый и не по годам пронизательный мальчик. Он пришел объявить о поиске отца, которого не видел с 7 лет, и привел с собой маму. Тихон, Татьяна Владимировна, проходите к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите сюда. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Тихон, привет. Скажи, сколько тебе лет? Мне 15. Ты учишься в каком классе? Учусь в девятый класс. Как учеба? Хорошо. С удовольствием учишься? Да. Ну, честно. Ну, порою. Рассказывай, кого ты ищешь? Я ищу своего отца. Я его ищу, потому что хотел бы просто его увидеть, спросить, почему он ушел и зачем. Угу. Расскажи, пожалуйста, все, что ты помнишь, как это произошло? Ну, просто как-то раз я проснулся с ним, мы пошли погулять. Он купил мне йогурт, и я подумал сделать ему подарок, приготовить курицу. Я ее сам приготовил, и в один момент он просто перестал отвечать маме. На телефон перестал отвечать. И не пришел. То есть ты ждал его на обед, который сделал... На ужин. На ужин своими руками, а он просто... Перестал отвечать и не пришел. И перестал отвечать на звонки. Да. Что могло случиться? Есть ли какие-нибудь версии? Ну, версии есть, но... Это как бы... Наверное, некрасиво будет переходить на личности сейчас. Татьяна Владимировна, давайте вы расскажите нам с самого начала всю историю. Как зовут папу Тихона? Как вы с ним познакомились? Павел Алексеевич. Алексеевич. Да. Фамилия? Черных. Мы работали вместе в городе Глазов. У меня на тот момент было две дочери. Я жила в коммуналке. И мы на работе познакомились. Я сначала на него внимание обращала. Я знала, что у него есть семья. И в другом городе он командировочный был. Вот что. Да. И сначала не замечала, а потом... был праздник. Я его увидела не в рабочей одежде, а... Ну, в общем, он хорошо оделся, он вкусно пахнул. И я увидела, и все, я потеряла голову. Ну, и он говорит, ты мне тоже давно нравишься. И вроде как у нас что-то завязалось. Но я понимала, что у него есть семья, ребенок есть. И я сказала, что лучше не надо. Побаловались и надо расходиться. Но через некоторое время он привез вещи и сказал, я остаюсь. Потом он уехал в Москву на заработки и забрал меня с детьми. Потом появился Тихон уже в Москве. То есть семью он оставил, ушел из семьи... ...и родился Тихон? Да. У нас была такая любовь. СМЕХ Я так никогда в жизни не любила больше никого. И тяжело после этого даже отношения строить. Так разошлись нелепо. 18 мая мы сходили в театр, сходили в ресторан. А 19 мая вот раз и все. То есть я вообще не могла понять, что вообще случилось. Может быть, что-то предшествовало? Какая-то ссора или что-то? Ну, мы в последнее время не очень, конечно, жили. Десять лет прошло со дня знакомства. Но приходил, уходил. Вот так вот. Такой он парень был. Но я любила, принимала, и я не могла вообще. У меня до сих пор ощущения... А вы не знаете, он с твоей семьей общался? Нет. Нет? Нет, точно нет. У него после меня вот я знаю, что семья появилась. Третья? Скорее, это из тех, что я знаю, третья. Такой ветреный был парень. Но принимала все равно, принимала, очень любила. И до сих пор очень боялась встретиться с ним, очень боялась искать сама. Но сын для вас огромная поддержка сейчас? Да. Это была его инициатива? Да. Я узнала, вот нам позвонили, и он говорит, мама, жди меня звонят. Я говорю, в смысле? Ну, я написал, и мне ответили. Ты сам решил написать. Вот это да. Тихон, ну а все-таки почему ты хочешь найти отца? Ну... Ты знаешь, что у него была предыдущая семья. Я знаю, что была еще одна семья. Наверняка какая-то есть обида. Но потом, так сказать, ситуация такая непростая, когда действительно пытаешься сделать какой-то сюрприз, а человек пропадает на долгие-долгие годы. И в таком детском возрасте, конечно, наверное, западает глубокая обида. Тем не менее, ты продолжаешь искать. Расскажи, почему. Ну, спросить, почему он ушел, почему он так делает. Да и просто, честно, хочется, наверное, чтобы был рядом. Ну, чтобы был рядом, скорее всего, нет, чтобы его увидеть. В глаза посмотреть. На отца посмотреть. Он дома говорит, хочется посмотреть в глаза ему. То есть он бросил того сына, он бросил его. И я так, насколько знаю, он и ту семью после нас, которая тоже не с ними. Тихон, ты знаешь, к сожалению, мы пока твоего папу не нашли. Но кое-какие зацепки у нас есть. Во-первых, когда Павел Алексеевич пропал, его искали не только вы. Да, вот посмотрите, какая заявка есть на нашем сайте. Помогите, пожалуйста, вся надежда только на вас. Последний раз мой брат Черных Павел Алексеевич, 1977 года рождения, звонил родителям в январе 2012 года. Нам позвонили 4 июля 2012 года и сообщили, что моего брата нет с 19 мая этого года. Он ушел из дома, как обычно, на работу и не вернулся. Я обратился в полицию города Ижевска. Дело отправили в Москву на рассмотрение, но пока никаких результатов нет. Родителям не сообщаем, так как они в возрасте. Это брат Аркадий. Да, и вот какая фотография была прикреплена к этой заявке. Вот это мы, да. Последний день рождения Тихона. Эту заявку действительно оставил брат Аркадий. Да. Вы с ним на связи? Ну вот, я ему 4 июля, наверное, и звонила как раз. А это вы ему сообщили, да? Я его попросила, потому что на тот момент, я когда пришла в полицию, и знаете, как это бывает? Ой, девушка, ну что вы пришли? Ну, ну, сами подумайте. Ну, ушел. Ну, вы же знаете, куда он ушел? Все. Я говорю, ну, у меня сын, у меня еще дети. Я одна в Москве, он маленький, я работать не могу. Как бы я сидела с детьми, Паша работал, а я сидела с детьми. Он как бы сам так решил, что я должна сидеть дома. А он зарабатывает, он нормально зарабатывал. И снимали мы двухкомнатную квартиру. Я сидела с детьми, занималась. То есть уроки, прочее, готовила. Никаких претензий не было там, что я вот на хлебнице сижу, детей повесила. Никогда такого не было в этом плане. Он даже вообще не разрешал мне категорически работать. А скажите, а контакты Аркадия у вас остались? Ну, я не знаю, может, почтовый ящик. Потому что мы как только нашли эту заявку, мы с ним связались. И он нам ответил. И, честно говоря, мы были в абсолютном изумлении, потому что Аркадий сказал, что он брата давно нашел. И что с ним все в порядке, он жив, здоров. И он очень просит нас заявку закрыть. Что она больше не актуальна. Ну, и мы, конечно, очень обрадовались этому. И сказали, что вот Павла ищет сын. И мы очень просим дать нам контакты Павла. Вот. На что Аркадий ответил, что он обязательно сам передаст брату эту информацию. Если брата это заинтересует, то он с нами свяжется. Шло время. И, к сожалению, с нами никто не связался. Угу. Мы снова позвонили Аркадию. И Аркадий просил больше его не беспокоить. Повесил трубку. Ну, я думаю, что они не общаются. У них был конфликт. И они просто, наверное... То есть он знает, где он. Но, скорее всего, они просто не общаются. То есть может быть так, что он и не передал? Возможно. Информация о том, что сын ищет папу? Да. Потому что я на тот момент его уговаривала. У них очень серьезный личный конфликт был. Угу. И он потом мне позвонил и сказал, что я, говорит, забрал заявление, потому что мне, говорит, звонят каждый день, а мне это не надо. Но, знаете, он еще странную такую фразу сказал, что родня Павла это только я и мама. Все. Замечательно, что я могу сказать. Но мы не сдаемся, Тихон. И именно поэтому мы сейчас пригласили тебя на эту программу. Во-первых, я надеюсь, что твой папа смотрит эту передачу, видит тебя, видит, какой прекрасный парень у него вырос. И, знаешь, я хотел бы тебе предложить, может быть, на камеру обратиться к нему, сказать ему пару слов. Хочешь? Понятно. Если найдут, то мы, конечно, будем очень рады. То есть действительно увидеть, посмотреть в глаза. Скажи, Тихон, нам продолжать в поиске? Да. Продолжать биться в эту дверь, да? Да. Будем все-таки верить, что, возможно, действительно он посмотрит программу. Ну, тогда я сам обращусь. Павел. Ну, надеюсь, что вы смотрите и видите, какой замечательный у вас сын вырос. Ему очень вас не хватает. Потому что человеку в 15 лет не может мне не хватать отца. Он очень хочет посмотреть вам в глаза, понять, почему вы ушли. И хоть он и сопротивляется, но я уверен, что он очень хочет вас простить и восстановить с вами отношения, чтобы вы были рядом. Пожалуйста, свяжитесь с нами. И если кто-то, знакомый и друг Павла сейчас смотрит нашу передачу, слышит мои слова, передайте Павлу то, о чем я сейчас говорил. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Порой разобраться в семейных конфликтах очень сложно. Поэтому мы взяли за правило никогда не занимать чью-то сторону. В конце концов, кто мы такие, чтобы судить людей? Зато мы всегда выслушаем, поддержим и, по возможности, поможем каждому, кто приходит в эту студию. И мне уже не терпится пригласить нашего следующего гостя, Парида Тажа Ахмедова из Узбекистана. Давайте его встретим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Приветствую. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Как добрались? Спасибо. Хорошо. В Москве бывали раньше? Нет, никогда не было. Нет? Это первый раз. Нравится Москве? Да. Еще когда-то приеду. Хорошо. Прекрасно. Обязательно. Да, обязательно. Будем рады. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Фарид, ну расскажите, пожалуйста, что вас заставило приехать в Москву первый раз? Я ищу свою маму. Вы ищете маму? Да. Видеть хочу. Как маму зовут? Как вы потерялись? Расскажите все, что знаете, все, что помните. Мама имя Яшина Людмила Дмитриевна. Угу. А она как-то оставила меня. Я маленьким был. С бабушкой, с папой. Угу. А где оставила? Из Узбекистана была. Угу. Угу. А папа приехал на службу в Владивостоке. И там женился. Угу. Женился. И мы приехали в Узбекистан. И один или два года они там жили. И мама уехала. Угу. Из Узбекистана уехала на свою родину в Владивостоке. А почему? Не знаю. Папа не рассказывал? Нет. Сколько вам было лет тогда? Один или два года. Маленький совсем? То есть вы маму не помните? Не помню. Какие-то фотографии, может быть, папа показывал? У меня была одна фотография, но пропала. Угу. То есть вас вырастила бабушка и папа? Бабушка и папа, и сестры, тетя. Тетя ваша? Да. Ну, в какой момент вы решили заняться поисками мамы? В 14-м году я розыск дал в интернете. Угу. И не знаю. Никаких не было новостей? Обидно было расти без мамы всю жизнь? Да, когда-то обидно. Обидно было. А чего больше всего хотелось? Вот чтобы мама была рядом в какой момент? Как маленький бываешь, тогда мама будет. Когда-то вас помогает, когда-то плачет. Ну, хочется маму. Смотрите, Фарид, вы ведь были совсем маленький. И понимать и знать, что случилось между родителями, вы не могли. И сейчас, конечно, не знаете ничего, что за причина. И что бы не рассказывал папа, есть всегда вторая версия, второе мнение. Я уже говорил, что мы никогда не занимаем ничью сторону, но мы даем возможность высказаться всем сторонам. И я хочу, чтобы ты услышал обе версии конфликта твоих родителей. Мы нашли маму Фарид. Посмотрим. Я живу в Приморском крае, Кировский район, поселок Горные Ключи. Со мной живет старший сын Александр. Ему 50 лет летом исполнилось. Работает машинистом. Про младшего сына Фарида я ничего не знала, потому что он у меня остался в Узбекистане еще в младенчестве. Я была вынуждена его там оставить по некоторым причинам. Отца Фарида звали Ргаш. Мы с ним познакомились на острове Русском. Он там служил. Я работала там киномехаником. Показывала фильмы. Иногда там были танцы. Ну и вот и там как-то мы познакомились. У нее был сын старший. Когда мы познакомились с 5 лет. Я к ней часто сходил. Мы совместно жили. Получили в городе квартиру. У нас такие серьезные отношения. Я, значит, забеременела Фаридом. И Ргаш хотел этого ребенка, потому что иметь своего ребенка для него это было просто как чудо, что ли. От своего сына он вообще был без ума. И он все время носил все везде. Конечно, там радости столько. И тут он, значит, рассказывает про свою эту родину, про Узбекистан. Как там у них хорошо. Как там у них тепло. И вообще там все дома есть. И урожай у них два раза в год. Все это прочее. Какая у них там погода. Он стал предлагать, значит, поехать к ним домой. Мы где-то прожили там вот, ну, может быть, полгода, может быть, где-то больше. И вот он стал распускать руки. Бил он наотмашь по голове. Ну, и я вот стала приходить к такому выводу, что, боже мой, что же я наделала? Я куда приехала? И вот я потихоньку стала вынашивать вот эту мысль, что нужно оттуда быстренько удирать. В полном смысле, потому что там нельзя жить. Нет, она никогда не хотела тут жить. Когда мы приехали, она уже, не знаю, я просто не знаю, что это получилось, я не знал. Ничего не знаю. Просто она стала выпивать часто. Ее никто не обижал, просто ей не понравилось у нас жить. Поэтому она уехала. И я, когда назначила день, когда уезжать, ну, я подошла к Фариду, попрощалась с ним, потому что я брать его с собой никак не могла. Мне нельзя было его с собой брать, потому что я пострадала, и пострадал бы мой старший сын. Поэтому я подошла к Фариду, попрощалась с ним, наплакалась, наревелась. Я покормила его грудью. И мы ушли тихонечко, чтобы никто не обращал внимания. И, конечно, я себя чувствовала очень отвратительно, потому что я оставила свое маленькое ребенка. Я не понимаю. Мы вот добрались до железной дороги, сели в нужный поезд, моля бога, чтобы быстрее поезд отошел. Мы доехали до дома, опять пришли в свою квартиру. Ему было 6 месяцев тогда, когда она оставила. Ему не трудно было. У меня сестренка, мать, все за ним ухаживали. Стали приходить письма с фотографиями Фарида. Что, значит, вот Фарид скучает по маме, как она могла так бросить? Ну, как бы он играл, спекулировал на чувствах материнских. Пришлось самой опять вот это думать. Ну, что делать? Ну, может быть, как бы одумался человек, или как уже не будет себя так вот вести. И хотелось, конечно, этого ребенка увидеть, обнять. Я иду в нашу администрацию нашего района для того, чтобы взять для них визу. Потому что тогда была закрыта граница. К нам входа не было. Мы не как Иргаша, мы как ждали вот этого Фариды. Вот он выходит такой уже на своих ножках. Он уже как бы стал уже ходить. Иргаш говорит не по-русски, и Фарид тоже по-своему. Ну, мы просто вот обняли его и все, да. Поговорить с ним нельзя. Ну, вот слово мама, он как бы вот сказал, нам невозможно было общаться. Мы решили, значит, что они, значит, уедут. Не стала я как бы доводить до того кризиса, который произошел в Узбекистане. Мы с ним решили по-хорошему все-таки расстаться. Но ничего у нас не получается. Он мне говорит, а как же Фарид? Я говорю, ну, извини. Потому что выхода не было. Вот он берет своего ребенка и уезжает. Куда они уехали? Я не интересовалась в то время. Я была вынуждена их отпустить. Когда уехала, не стали мы искать. Она запись оставила. Когда она через полтора года в суд написала, чтобы я отдал ребенка, я сам поехал на Восток. Хотели вместе жить, но к ней часто приходили мужики, какие-то женщины. Стали они выпивать. Поэтому я уехал обратно. Она просто не хотела за ребенком ухаживать. Александр тоже часто оставался даже на улице иногда. Поэтому ее на учет поставили. Хотели решить матерский прав, но по согласию она отдала ребенка. И Александр тоже уехал, и мы тоже уехали. Она одна осталась. Никогда. И не писала. Мы не знаем, где она, как она. Я сейчас живу в Казахстане. Фарид пока живет в Узбекистане. Родительский дом оставил я ему. Твоих детей у него. Всегда виноваты оба родителя. И я виновата. И Иргаш. Фарид. Сыночек ты мой. Наконец-то есть возможность тебя увидеть. Я обязательно приеду к тебе навстречу. Обязательно. Что бы это ни стоило. И извини за то, что я тебя оставила. Ну, такие были обстоятельства. Мы с тобой поговорим и тебе все-все объясню. Что произошло. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СМЕХ СМЕХ Вот видишь, как мама сказала, что всегда виноваты оба родителя. Так и есть, это правда. Не бывает так, чтобы кто-то один был стопроцентно прав, а второй был стопроцентно виноват. А вот дети никогда не виноваты. Они всегда жертвы. Но самое главное, что мы нашли маму. И что она хочет тебя видеть. И она здесь. Людмила Дмитриевна, выходите к нам, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, Брюч. Мой бед. МИЛИЗМЕНТЫ ПЛОДИСМЕНТЫ ПЛОДИСМЕНТЫ Мы как ждали тебя, как хотели тебя видеть. Тебя немножко обмануло тебе. Это неправда. Я была нормальной женщиной. Ни пьяницы, никогда я не пила, не гуляла. Это неправда. Благодарю на тебя и столбить мое впороце. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мои хорошие. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Можно обратиться к Саше? Привет ему передать? Конечно. Саша, сынок, привет. Как видишь, мы Фарида нашли. Видишь, он какой большой, высокий. Ты его так хотел тоже видеть, но не смог приехать. Ты ему передавай привет. Помаши под рукой ему. Мы искали себя так тоже долго. Так что Фарид здесь. Мы с ним переговорили, все объяснили ему, что случилось. Правда? АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр, Катьяна, я очень-очень вам благодарна за ваш кропотливый труд. Не шибко-то и надеялась, потому что такая даль, отдельная страна уже, туда не добраться. и вдруг такое чудо. Спасибо вам. Спасибо, что приг monopolен. Спасибо, не теряйтесь больше. Хорошо, сынок, не теряйтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ищите друг друга, что бы ни было. И ждите, несмотря ни на что. Ну вот, славы, люди, что вы начались. Спасибо. Будьте здоровы, берегите себя. Спасибо вам.